В эфире новости региона в студии Михаил Меньшанин. Здравствуйте! В ближайшие минуты мы с коллегами расскажем, как прошел день знаний и с чего началась осень в Архангельской области. Марафон школьных звонков, линейки первокурсников и праздничный концерт. Покажем самые яркие моменты начала учебного года. Новые тротуары, детские площадки и остановочные комплексы. Что еще появится в Архангельске по проекту «Нужные дела»? Спортивный инвентарь, рыба холодного и горячего копчения, хлеб от северных предпринимателей. Определились победители регионального конкурса 100 лучших товаров России. Какая она, судьба человека? На этот вопрос Архангельск ответит во время акции «Великое кино великой страны». Итак, первый день осени, первый школьный звонок, первый учитель, знакомства, которые перерастут в крепкую дружбу. Все это 1 сентября. Более 13 тысяч юных северян впервые пришли за знаниями в школы Архангельской области. Всего же за парты села около 125 тысяч ребят. Момент встречи со школой был долгожданным, убедился Алексей Макеев. Здравствуй, первый школьный день! И учебник, и портфель! Здравствуй, самый первый класс! Для малышей это долгожданный день, своего рода рубеж, когда начинается новая жизнь. Для родителей тоже. И похоже, несмотря на волнение, большинство из них уже не против нового формата традиционного праздника. Главное, что он состоялся. Мы вообще радуемся всему в этой жизни, поэтому пусть праздник будет такой. Настроение все равно очень праздничное, все очень торжественно. Спасибо школе, что все-таки вот этот вот праздничный, торжественный, очень важный для детей элемент создали. В этом году торжественные линейки в школах Архангельска разрешены только для первых и одиннадцатых классов и только на свежем воздухе. В самой школе жесткое соблюдение санэпидемнорм. Родители нашей школы предупреждены о том, что они не должны направлять ребенка, заболевшего, к школу в сегодняшний день. А в случае выявления его в стенах школы мы непременно его в первую очередь изолируем в медицинском кабинете, вызываем скорую медицинскую помощь. Конечно, все надеются на лучшее, тем более, что в этом году только в Архангельске после пятимесячного перерыва за парты сели 38 тысяч детей и подростков. Так что праздник сегодня почти в каждой семье. Школа дает многое. А у меня в школу пришел вот впервые правдук и внука-правнук. Я желаю всем первоклассникам идти правильным путем, прислушиваться, изучать, читать, учителей любить, коллектив любить, дружбы хорошей и закончить школу на свежем. В ближайшее время станет понятно, как ограничения по перемещению в стенах школ будут влиять на учебные процессы и успеваемость учеников. Но для тех, кто сегодня пришел учиться, самое главное, что первый звонок все-таки прозвучал, открыв дорогу к новым знаниям и отличным оценкам. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. На путстве ребятам сегодня дал в Рио губернатора. Александр Цибульский пообщался с первоклассниками, а у выпускников узнал о планах на будущее. Напомнив, где учился, там и пригодился. Александр Богданович расскажет. Спустя 15 лет она возвращается в первый класс, но блистать уже будет по другую сторону парты. Выпускница Сафу Елизавета Батю стала первым учителем для этих ребят. Шутит, что знала, куда шла. На руках диплом педагога младших классов. 25 детей, 25 семей, поэтому буду вкладывать все, что знаю сама, буду помогать другие учителя, которые работают на параллели вместе со мной. Надеюсь, что получится воспитать хороших, добрых, умных, воспитанных учащихся 21-й гимназии. С такой же надеждой в гости к первоклассникам пришел в Рио губернатор Александр Цибульский. Улыбки и смех позже сменились серьезным разговором с 11-ти классниками. 21-я гимназия отличается своей спецификой – уклонной иностранной языки. Поэтому школьники с интересом спрашивают Александра Цибульского, какими языками владеет он. Оказалось, французский и английский есть планы выучить испанский. Убедился в том, что иностранные языки – это, безусловно, важно в жизни. Мне понравилось то, что он понимает, что знание иностранного языка перестраивает мозг. То есть, опять же, развитие. И, ну, в целом, очень понравилось говорить с Александром Витальевичем. Очень умный и интеллигентный человек. 1 сентября своей дверью открыл и Роснефть-класс в 3-й гимназиях Ангельска. Углубленно изучают математику и физику здесь уже 10 лет. В этот раз за партами 27 старшеклассников. Я пришел в Роснефть-класс, потому что мне нравятся физика и математика. Я хочу в дальнейшем этими предметами заниматься, увлекаться. То есть, это будут мои профильные предметы. Также интересна тема нефтепереработки. То есть, она, я думаю, через некоторое время охватит очень много сфер. В День знаний во всех школах региона прошли праздничные классные часы. К сожалению, не получилось провести первосентябрьские линейки традиционные и столь уже, так сказать, вошедшие в нашу жизнь. Но вот в этом особенности этого года. Мы закончили его в дистанционном формате, а начали без столь любимых нашими детьми и учителями, и родителями линеек. Особенностью этого года стало появление первого кадетского класса Росгвардии. Он открыт во второй школе имени Филиппова. Уже завтра там пройдут специальные уроки истории, приуроченные ко дню окончания Второй мировой войны. Александр Богданович и Евгений Зыков. Регион 29. А в Северодвинске сегодня открыл двери новый детский сад. Он появился там впервые с 90-х годов. Мой коллега Николай Цып убедился, таких условий малыши региона раньше точно не видели. Правильно, вот будет крыша. Вот они, юные хозяева нового детского сада. Для Северодвинска это большое событие, ведь дошкольные учреждения здесь не строились больше 20 лет. Очень много новых игрушек, новых пособий, замечательный ремонт. Так что мы благодарны будем пользоваться новым детским садом. Назвали сад Морозка. Это теперь второй корпус. Работать здесь одно удовольствие. Все сделано по современным требованиям. Например, ходить с кастрюлей супа по лестницам не надо. Лифт уезжает на второй этаж. Младший в воспитании поднимается по лестнице и забирает продукты питания там. В группах есть электрические сушильные шкафы. А спортивный зал больше похож на фитнес-центр, велотренажеры, грибной тренажер и миниатюрный тренажер для упражнения сжим-лежа. Мы первый день открылись и приняли 31 ребенка. Завтрашнего дня каждый раз, каждый день будет увеличение количества детей. У нас порядка 200 детей направлено в детский сад. А вообще мощность детского сада рассчитана на 280 детей. С количеством детей проблем здесь явно не будет. Микрорайон большой, рядом строится и новый жилой дом. Есть нехватка воспитателей. На сегодня штат работников укомплектован на 70%. Молодых сотрудников приятно сегодня видеть в учреждениях. Мы в том числе и нагородник сегодня приняли решение, даем в городе возможности компенсировать часть стоимости арендного жилья. Такое решение как раз в этом году было принято. Первые средства бюджетные из местного бюджета мы выделили. И насколько я знаю, уже около 16 педагогов из других регионов приехали в наш город. Еще этот детский сад отличается тем, что здесь готовы предоставить дошкольное образование детям от одного года. Ясельные группы рассчитаны на 130 человек. Мы можем предложить жителям города здесь места в группах с года до двух и с двух до трех. То есть вот ясельные группы. Поэтому если у кого-то есть проблема, вот и есть возможность привезти сюда ребенка, то мы можем этот вариант рассмотреть. В следующем году в Северодвинске откроют еще один детский сад на проспекте Победы. Также на 280 мест, но уже с бассейном. В целом же в регионе благодаря нацпроекту объявлен настоящий бум строительства дошкольных учреждений. С 2018 года у нас 20 детских садов, 4 из которых уже введенную эксплуатацию используется. Вот сегодня мы открываем сразу два детских сада. У нас открывается детский сад в Северодвинске. И сегодня же утром открылся детский сад в городе Котласе. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион 29. Студенты сегодня тоже перешагнули пороги учебных заведений. С надеждой, что опыт дистанционной работы больше не потребуется. А без сонных ночей перед экзаменом будет как можно меньше. О кадрах будущего Артемий Заварзин. Ребята, сбылась ваша мечта. Вы поступили в один из лучших вузов страны. В Северный Арктический Федеральный Университет. Обращение ректора как последнее подтверждение того, что вчерашние школьники теперь студенты. Для первокурсников САФУ самое время начать забывать о сложностях поступления и в красках помечтать о жизни в университете. Я поступила на строителя, на строительство. Я после техникум, поэтому вступительные экзамены я сдавала только. И это гораздо проще, наверное, чем ЕГЭ было. Хочется все вместе совмещать, развиваться во всех областях. Хочется какой-то такой студенческой жизни, чего-то нового. В новый и юбилейный год САФУ 10 лет сюда поступило больше 3000 человек. Список наиболее популярных направлений уже который год не меняется. Экономика, менеджмент, государственное управление и юриспруденция. Как ни странно, но фаворит для абитуриентов и профессия учителя. Большой интерес у ребят вызывает направление подготовки педагогического образования. В частности, два иностранных языка. Дальше физическая культура и безопасность жизнедеятельности. Там очень хорошие конкурсы в этом году, несмотря на большое количество бюджетных мест. Но также интересные лингвистика, международные отношения, зарубежное регионоведение, журналистика, реклама связи с общественностью. Встречали первокурсников и в СГМУ. Правда, приветственные слова руководству медицинского вуза пришлось говорить для нескольких групп студентов. Одновременно всех в одном помещении сейчас не собрать. Многие преподаватели и многие студенты работали в эти месяцы и продолжают работать и в лечебных учреждениях. Работали очень активно, с полной отдачей волонтеры. Это студенты, начиная с самых младших курсов. Мы стоим на передовой. Новоиспеченных студентов-медиков поздравил в Рио губернатора Александр Цибульский. Хочу сказать, что ваша профессия действительно крайне важна. И каждый из нас, где он находился, никогда не может себя чувствовать безопасности, если он не понимает, что есть врач. В этом году на программы бакалавриата и специалитетов СГМУ было выделено 403 места. Все, разумеется, заполнены. Конкурс на медицинские специальности, он традиционно высокий. В этом году он тоже был высокий. Естественно, что здесь лидирует стоматология, лечебный факультет, педиатрия. Вот это то, что касается высшего образования. Впрочем, работа приемных комиссий как в САФУ, так и в СГМУ еще не закончена. Осенью поступить можно для обучения на платной основе, а также на заочные формы. Артемий Заварзин, Михаил Меньшинин, Денис Линчевский, Регион 29. К другим темам. Вчера в Онежском районе, сегодня в Котласском. Рост заболеваемости коронавирусом в регионе. Новых случаев относительно немного, 49. Но расклад по муниципалитетам не воодушевляет. Среди инфицированных за последние сутки 27 жителей Котласского района, 15 архангелогородцев. Четыре новых случая выявлены в Великодском районе, по одному в Новодвинске, Ленском и Виноградовском районах. Выздоровело за сутки 32 человека. А администрация Онежского района подтвердила вспышку ковида в поселке Кодино. 25 инфицированных. Такой вот печальный результат юбилейного дня рождения, на котором находился житель другого региона с заболеванием. Добавлю, что общее число заболевших с начала пандемии в регионе почти 11 тысяч человек. Продолжаем. Ремонт тротуаров, снос аварийных деревьев, новые остановочные павильоны и детские площадки. Все это нужные дела. Такой проект запущен в Архангельске по просьбам горожан. В списке мероприятий около 80 пунктов. О некоторых из них наш сюжет. От такой сочной зелени избавляться, конечно, жалко, но еще печальнее будет, если прогнивший тополь станет причиной ЧП. И Сокогорский округ еще помнит последствия ураганов прошлых лет. Эти тополя на улице Адмирала Макарова попросили убрать сами жители. В копилке проекта «Нужные дела» еще один пункт. Денег в этом году выделяется намного больше. Мы сейчас уже будем спиливать где-то в размере 600 кубов. Это в срочном порядке, да, где те деревья, которые могут сейчас упасть. И потом еще на аукцион у нас еще 600 кубов поставлено. Интересно, что спиленные деревья не вывозят на мусорный полигон. Мы возим на переработку, ее превращают в ЧП и утилизируют с соответствующим документом. А в Цыгламине, благодаря программе «Нужные дела» появятся свежие мостки взамен прохудившихся сразу на нескольких улицах, в том числе Мира, Придорожной, Ленинской и Пирсовой. А на улице Пустошного, где жителям, в том числе и детям, приходилось ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуара, появилась новая пешеходная дорожка. Планируется еще по Цыгламине еще более километра тротуаров. То есть будет продлеваться и до спортивного комплекса тротуар. Появится новая детская площадка на улице Дежневцев. Проект реализуют в рамках программы комплексного развития «Архангельск. Новая история». В списке около 80 нужных дел. Средства на реализацию выделены из областного бюджета. Цель проста – сделать город комфортнее и безопаснее. Аукционы и выбор подрядчиков сейчас идут во всех округах. Артемий Заварзин, «Регион-29». Не космических масштабов, но все же значимый ремонт. В Архангельске благоустраивают пьедестал памятника Юрию Гагарину. Бюст первого космонавта нуждался в этом уже давно. Памятник открыли к 400-летию Архангельска в 1984-м. С тех пор рука реставраторов к нему не прикасалась. С инициативой провести ремонт выступил Совет ветеранов округа и неравнодушные жители. На сегодняшний день уже проведены работы подготовительные. То есть произведена разборка пьедестала, сделана опалубка, проведены бетонные работы. В дальнейшем работы будут продолжены. Будут произведены работы по облицовке гранитной каменогорской плиткой основания пьедестала. Администрацией Октябрьского округа был заключен контракт на сумму почти полмиллиона рублей. Работы должны завершиться 30 сентября. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В этом году на него было подано 37 заявок по 71 виду продукции и услуг. Рассматривались они в шести номинациях. В числе лауреатов оказались как давно зарекомендовавшие себя компанией, так и дебютанты конкурса. Алексей Карельский продолжит. В майском парке Архангельска ярких красок хватает и без пожелтевшей листвы. Все благодаря вот этой детской площадке. Первый раз здесь очень нравится, замечательно. Открыли площадку год назад по программе формирования комфортной городской среды. Оснащение территории горками, качелями и каруселями муниципалитет доверил компании «Элина». За 15 лет работы она поставила в регионе около 3000 игровых комплексов. За качество оборудования специалисты ручаются. Оно значительное время не подвергается атмосферному воздействию, коррозии и гниению. На каждый вид изделия мы предоставляем паспорт, сертификат обязательного подтверждения безопасности и качества, санитарно-эпидемиологическое заключение. Серьезный подход принес компания «Элина» победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Первое место в номинации «Услуги для населения» она разделила в том числе с региональным центром спортивной подготовки «Водник». Жюри высоко оценила возможности, которые предоставляет лыжный стадион имени Кузина в Малых Карелах. Круглый год сюда приезжают тысячи северян, чтобы принять участие в массовых мероприятиях и серьезных соревнованиях. К их услугам – трассы различного уровня сложности, прокат инвентаря, раздевалки, а кроме того большая автостоянка, кафе, медицинский кабинет. Пять баллов от конкурсной комиссии получили и занятия по акваэробике в Норт-Арене. Ничего удивительного. Как говорят специалисты, она подходит практически всем любителям активного образа жизни. Такие тренировки улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы, эмоциональное состояние. При этом вода снимает избыточную нагрузку с позвоночника и суставов. Занятия в Норт-Арене после карантина уже начались. Кстати, о других водоплавающих. В счастье лауреатов конкурса в очередной раз – Архангельский траловый флот. В этом году мы представили два вида готового продукта. Это палтус холодного копчения и окунь горячего копчения. Оба номинанта выиграли. Это неудивительно, потому что мы используем при производстве только натуральные компоненты. Именно поэтому продукция Архангельского тралового флота пользуется большим спросом как у архангелогородцев, так и у гостей города. Процесс копчения рядовой потребитель вряд ли представляет. Зато вкус рыбы может оценить по достоинству. Даже привожу своим друзьям в Петербург. И им очень нравится тоже. Они просят постоянно, чтобы я заказывала побольше. Такую рыбу да на такой бы хлеб. Вышел он из печей индивидуального предпринимателя Николая Жемчугова. Еще одного победителя в номинации «Продовольственные товары». Он представляет торговую сеть «Петровский», в магазинах которой и выложен большой ассортимент ароматной продукции. В том числе два изделия лауреата. Вот этот треугольный пшеничный хлеб и его загорелый сосед – чесночный хлеб «Лембас». Белый хлебушек пекется на закваске. Очень пористый, вкусный, мягкий, как из домашней деревенской печи. А темненький? Этот хлебушек пекется на ржаной закваске с добавлением свежего чеснока. Имеет круглую форму, разделенную на четыре части. Легко можно отрезать или отломить и полакомиться. Такой хлеб займет достойное место на столе и сам по себе, и в качестве основы для бутербродов. Да я постоянно его беру. Это хороший хлеб, он вкусный. Читая состав этого хлеба, представленного в сети Петровский, вы не встретите пугающей буквы «Е». Зато на упаковке вскоре могут появиться другие буквы. Лауреаты получили право в течение года маркировать конкурсную продукцию эмблемой «Архангельское качество». И, конечно, они представят наш регион на федеральном этапе всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Алексей Карельский, Светлана Михеевская, Регион 29. Завтра в Архангельске в рамках всероссийской акции «Великое кино. Великой страны» мы сможем увидеть легендарный фильм «Судьба человека». Показ на площади около театра драмы по задумке организаторов будет предварять концерт Олега Газманова и театральное представление, посвященное Великой Отечественной войне. Я должен сказать о том, что эти проекты, они 2 сентября состоятся только в пяти городах Российской Федерации. Это Архангельск, Москва, Севастополь, Ростов-на-Дону и Южно-Сахалинск. В разных форматах они будут проходить. В каждом городе есть свои артисты, которые тоже привлекают и зрителей молодого, и более старшего поколения. Но чтобы это выглядело как сегодняшний день, что это выглядело современно, и наше вот это вот кино было достаточно, ну, с уважением воспринято сегодня. Сценарии адаптированы под каждый регион. В Архангельске в эти дни вспоминают первые северные конвои. Вести мероприятие будет известная актриса Дарья Мороз. Начало в 19 часов. Вход свободный. Экопривычки как образ жизни. В 30 километрах от Архангельска у реки Черное завершил работу экологический лагерь движения «Чистый север. Чистая страна». За посиделками у костра волонтеры обсуждали крайне важные темы. Услышал и записал мой коллега Алексей Макеев. Молодых людей приглашают меня участвовать в проекте, но они никак не влияют на принятие решений, на конечный результат. Эти молодые люди как раз знают, как быть услышанными. Их проекты уже давно воспринимают всерьез. Многие реализуются с помощью грантов, другие ждет поддержка. Так что посторонних в лагере нет. Например, я работаю сейчас очень плотно с Сахалином, да, и то есть это остров вытянутый, и там есть, например, маленькие муниципалитеты, 15-17 тысяч человек. Можно найти такие же позитивные примеры, например, и в больших городах, там, в Москве, в Питере, да. Можно найти такие примеры на юге, да, то есть на Кавказе есть такие ребята, в югре. Такие люди – экоактивисты. Здесь все сделано для того, чтобы, сидя у костра, гуляя по лесу, не только разрабатывать экологические проекты, но и учиться, как их реализовывать. Задумки действительно масштабные. Международный форум экологических инноваций, который пройдет осенью 2021 года, и сейчас он подан на конкурс «Добровольцы России». Мы разрабатываем новый проект по исследованию микропластика. Далее, следующий проект – это развитие экотуризма. И здесь мы хотим создать глэмпинг. Сейчас это перспективное направление в развитии туризма на севере. Правильно отдыхать на природе умеют сами, учат этому и других. Среди долгосрочных проектов – и работа с бытовыми отходами, и серьезные научные изыскания. Это агрегаты по переработке пластика, которые сейчас находятся в Доме молодежи. Это проект «Сбор шин». Мы развиваем экопросвещение для того, чтобы люди их сдавали в нужные места и для последующей переработки. И проекты по изучению микропластика. К примеру, проекты на тему микропластика уже выиграли президентские гранты. В этом году собраны пробы воды в Белом море. Ученые САФУ начали работу с материалом. Результаты опубликуют в передовых научных изданиях. Интерес идет изнутри. То есть и изнутри, и, наверное, еще с детства я интересовался более экологичным образом жизни, потому что я вырос в лесу, и я видел, в принципе, обратную сторону бытия. Сегодня возвращение к природе – это уже не дань моде. Новые технологии задают темп. Поэтому экопросвещение просто обязано идти с ними в ногу. Алексей Макеев, Евгений Зыков, Регион 29. Бабьему лету быть. Первая половина сентября в Архангельской области обещает стать теплой. При этом синоптики ждут большой перепад температур в течение суток. Если днем столбик термометра будет держаться от 15 до 22 градусов тепла, то ночью возможны заморозки до минус трех. На начало сентября, значит, у нас в начале сентября, в частности, в первой декаде месяца, распространится обширный скандинавский антициклон. Под его влиянием погода установится умеренно теплая и спокойная. К 10 сентября ожидаются дожди, ночи станут теплее, а днем будут все те же плюс 15, плюс 20 градусов. Пока радует погода, успевайте поймать последние солнечные дни перед северной осенью. Ну а на сегодня все. Благодарю за внимание. Счастливо!